Добрый день, мои дорогие! Сегодня речь пойдет о хрящах, суставах и связках. Как их можно укрепить и какие продукты при этом стоит употреблять. Движение – это жизнь, комфорт и важная составляющая счастья. Пока возрастные изменения еще не коснулись организма, мы не придаем ценности обыденным, казалось бы, вещам. Тому, что можем свободно передвигаться и обеспечивать все свои потребности в перемещении. Опорно-двигательный аппарат – это целая система органов движения, где хрящи, связки и суставы играют одну из основных ролей. На их здоровье, кроме возраста, влияют также образ жизни, заболевания, полученные травмы и повреждения. Поэтому с проблемой повреждения соединительной ткани и суставов могут столкнуться даже люди в молодом возрасте. Суставы – это соединение костей человеческого скелета. Суставы по функциональности напоминают шарниры, которые обеспечивают такие двигательные возможности, как сгибание-разгибание и отведение приведения. Если не будет суставов, будет создаваться трение костей друг от друга, что вызовет болезненные ощущения и износ костного материала. В суставе имеется полость, которую заполняет синовиальная жидкость, выполняющая роль смазки, обеспечивающая легкое движение суставным окончанием. Суставная капсула состоит из соединительной ткани, а связки и сухожилия укрепляют ее. За счет них сустав может двигаться в заданном направлении. В результате травм и болезней суставов происходит деформация и разрушение хрящевой ткани, а синовиальная жидкость высыхает, что вызывает рост костей и их трение друг от друга, а вследствие – деформацию и потерю двигательной функции. Если нарушена выработка синовии в результате ожирения, заболеваний, малоподвижности или слишком высокой физической нагрузки, а также из-за возраста, все это приводит к таким заболеваниям, как подагра, артрит, остеопороз, артроз. Если вы испытываете боль при попытке изменить положение сустава, имеется отек и мышечное напряжение, все это симптомы повреждения хряща или связки. Для нормального функционирования опорно-двигательной системы питание играет немаловажную роль. Оно должно быть сбалансированным и функциональным, чтобы все органы движения и соединительная ткань получали важные для их здоровья элементы. С помощью питания можно решить имеющие проблемы с соединительной тканью, а если проблем нет, предотвратить их. Хотим представить вам список продуктов, которые имеют большое влияние на здоровье суставов. Дополнение рациона оливковым или кокосовым маслом поможет справиться с воспалениями в соединительной ткани за счет высокого содержания в масле полиненасыщенных жирных кислот. Проведенные медицинские исследования показали, что прием оливкового масла в комплексе с витамином D способен защитить костную ткань от дегенеративных изменений. Оливковым маслом стоит заправлять салаты, так как при нагревании до температуры выше 180 градусов масло потеряет полезные свойства. Также жирными омега-3 кислотами богата рыба жирных пород – скумбрия, лосось, тунец, сельдь, сардина, а также ими богата красная и черная икра. За счет жирных кислот обеспечивается эластичность соединительной ткани и здоровое состояние хряща, а также обеспечивается качественный состав синовиальной жидкости. Также проводились научные исследования, показавшие, что включение в рацион рыбьего жира уменьшает болезненные ощущения при артритах и уменьшает скованность суставов по утрам. Желатин – серьезный помощник в укреплении соединительной ткани. Он содержит коллаген, способный укреплять и восстанавливать связки, хрящи и суставы. Желатин по своей структуре и качествам даже схож с суставной жидкостью. Он такой же клейкий и вязкий. Вообще, желатин – продукт животного происхождения. Его получают, перерабатывая кожу, кости и соединительной ткани животного. Помимо того, что желатин сам по себе содержит коллаген, он еще и стимулирует его выработку в организме человека. Употреблять желатин можно в виде желе, десертов, заливного, супов. Он хорошо сочетается с витамином С. Натуральный йогурт, молоко, творог и сыр за счет содержания кальция и полезных бактерий также помогут здоровью хрящей и суставов. Что важно, эти молочные продукты богаты именно органическим кальцием, тогда как неорганический имеет свойство откладываться в организме в виде камней. Среди специй тоже есть те, что позаботятся о здоровье ваших суставов. Это куркума и корица. Они оказывают противовоспалительную и болеутоляющую помощь, что особенно важно при наличии отека и воспаления в соединительной ткани. Еще один союзник в борьбе за здоровье движения – корень имбиря. Он обладает антимикробным свойством при наличии инфекционного воспаления в суставе, а также поможет снять боль. Все это достигается за счет эфирных масел, которые содержатся в корне имбиря. Красный перец содержит в себе функциональный комплекс витаминов А, С и К, что дает мощный антиоксидантный эффект, а за счет алкалоида капсаицина снижаются болевые ощущения. Зерновые продукты, а также хлеб из цельного зерна содержат много клетчатки, что полезно для суставов и хрящей. Из фруктов стоит употреблять яблоки. Кверцетин, который в них содержится, ускоряет производство коллагена в хрящевой ткани. Бананы обеспечат организм калием, который поможет восполнить суставную жидкость при ее дефиците. Употребление ананаса поможет снять воспаление и обезболить, если физические нагрузки высокие и регулярные, например, у спортсменов. Ананас поможет связкам сохранить здоровье. Цитрусовые фрукты, а также клубника, отличаются высоким содержанием витамина С и стимулируют синтез коллагена, необходимого для здоровья хрящей, связок, суставов. Поскольку желатин хорошо сочетается с витамином С, то желе из цитрусовых – вкусная и полезная пища для соединительной ткани. Сок граната также обладает противовоспалительными свойствами. Его даже рекомендуют пить при остеоартрозе. На основе исследований выявлено, что употребление гранатового сока снижает риск развития артроза, а при его наличии уменьшить воспаление. Ягоды будут полезны для хрящей и суставов за счет содержания элаговой кислоты, обладающей высокими антиоксидантными свойствами, что важно при наличии воспаления в суставах, например, при артрите. Большое количество этой кислоты содержится в клубнике, малине, землянике, ежевике, шиповнике, смородине. Отдельно стоит сказать о вишне. Ее употребление способно устранить симптомы остеоартрита – заболеваний, при котором повреждается хрящ. Согласно проведенным исследованиям, употребление 10 ягод вишни в день избавляет от приступов подагры, а при отсутствии этого заболевания снижает риск его возникновения. Крапива – дикорос, который отлично укрепляет хрящи и связки. Крапива насытит организм калием, магнием, кремнием и хлорофилом. Напиток из отвара листьев крапивы с добавлением лимонного сока, меда и воды поможет укрепить суставы. Пить его рекомендуется в охлажденном виде. Продукты, богатые железом, помогут избавиться от избыточного фосфора в организме. Это нежирное красное мясо, говяжий язык, куриные яйца. Продукты с высоким содержанием магния помогут укрепить нервную систему, в том числе и те нервы, что обслуживают суставы. Это гречишный мед, зеленые овощи, абрикосы, финики, изюм, чернослив, отруби. Вода – важная составляющая здоровья соединительной ткани. Если употребление воды недостаточно, значит и выработка синовиальной жидкости будет недостаточной. Если организм обезвожен, невозможно нормальное функционирование суставов. Отметим продукты, употребление которых вредит суставам и соединительной ткани. Во-первых, это продукты с содержанием неорганических фосфатов, сладкие газированные напитки, белый хлеб, выпечка с добавлением разрыхлителя, мороженое с не самым натуральным составом, имитированные крабовые палочки, плавленые сырки. Стоит строго ограничить скопченые и маринованные продукты, так как они содержат большое количество неорганических солей, вызывающих воспаление и деформации суставов, и вызывают раздражение суставной капсулы. Продукты, содержащие пурины, вызывающие изменения в суставной сумке и провоцирующие заболевания подагры – это чай, кофе, шоколад, печень, чечевица, жирная свинина. Продукты с высоким содержанием щавелевой кислоты. При подагре они противопоказаны, потому что раздражают околосуставные нервы и препятствуют нормальному питанию суставов. Это редис, шпинат, щавель. Конечно, для поддержания здоровья суставов и коленей и предотвращения их заболеваний следует помимо питания соблюдать целый комплекс мер. Больше двигайтесь, особенно если ваша работа подразумевает ограниченность в движении. Посещайте спортивный зал, занимайтесь физкультурой, делайте зарядку, совершайте длительные пешие прогулки и пробежки. Сидя в офисе, каждый час уделите внимание вашим суставам, встаньте, пройдитесь по офису, можно выполнить несложные физические упражнения. Активность обеспечивает мышцы кислородом, а синовиальной жидкости дает возможность циркулировать. Поддерживайте мышцы в тонусе, ведь они поддерживают суставы, никто не ждет от вас впечатляющих мускулов. Достаточно ежедневной утренней гимнастики. Держите осанку и соблюдайте правильную позу при сидении. Поза нога на ногу, опора на один локоть создают асимметричную нагрузку и вызывают защемление, и, соответственно, недостаточное кровоснабжение мышечной ткани. В положении сидя колени должны находиться под прямым углом. Ступни ровно стоять на полу, локти на подставках. Избегайте стрессов, ведь во время стресса вырабатывается гормон кортизол, препятствующий выработке коллагена и разрушающий его. Прогулки, ароматерапия и дыхательная гимнастика помогут справиться с напряжением. Не перегружайтесь физически, избегайте поднятия тяжестей, это может вызвать деформацию связок, дисков и разрушение хрящевой ткани. Выбирайте правильную обувь. Избегайте высоких каблуков, плоской подошвы, изношенной обуви. Если в обуви неудобно, то какая бы красивая и стильная она ни была, избавляйтесь от нее, ведь в такой обуви перенапрягаются суставы ног, что негативно влияет также даже на тазовые кости и позвоночник. Принимайте специальные витаминные комплексы для суставов, содержащие глюкозамин, хондроитин и гиалуроновую кислоту. Это особенно важно для пожилых людей, а также людей, занимающихся профессиональным спортом. Задумывайтесь о здоровье суставов, даже если не имеете никаких проблем в этой области, ведь профилактика поможет избежать серьезных проблем в дальнейшем. Движение без боли – то, о чем мечтают многие люди, имеющие заболевания суставов вследствие возраста, травм или других факторов. Если вам было интересно и вы узнали что-то новое и полезное для себя, то ставьте лайк и делитесь этим видео с друзьями и родными. Проявляйте заботу о себе и будете здоровы! Субтитры сделал DimaTorzok